Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения чудной выпуск новостей сегодня в эфире. Госпожа Лидия Маркусян, министр иностранных дел Западной Армении. Из-за агрессии Азербайджана Арцах потерял ГЭС на 112,5 мегаватт. 10% населения Армении должны быть вакцинированы от коронавируса. Московский комсомолец, турецкие рейсы в Азербайджан раскрывают военные планы Эрдогана. Долина Мадаванс в провинции Бетли Западной Армении станет туристической достопримечательностью. Создан Язидский театр имени Арсена Паладова. 19 декабря 2020 года на второй сессии Национального собрания Республики Западная Армения четвертого созыва госпожа Лидия Маркусян была назначена министром иностранных дел Республики Западная Армения. В этот непростой период международных отношений госпожа Маркусян принимает непростую и ответственную должность министра иностранных дел. В то же время ее богатый опыт в дипломатической сфере станет неоценимым и весомым вкладом во внешнюю политику нашей страны. Желаем госпожа Маркусян успехов в ее ответственной деятельности на благо укрепления внешнеполитических позиций Западной Армении. Послание вновь назначенного главы МИДа будет доступно на всех языках на нашем веб-сайте. Из-за войны, развязанной Азербайджаном, Республика Арцах потеряла гидроэлектростанции общей мощностью в 112,5 мегаватт. Как сообщает Армен Пресс, об этом заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Акуп Вартанян на заседании постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции. До войны в Республике Арцах были ГЭС мощностью в 187,5 мегаватт. В результате войны остались ГЭС мощностью 75 мегаватт, а потери составили 112,5 мегаватт, отмечает Варданян. Замминистр отметил, что в 2021 году, согласно первоначальному энергобалансу, было предусмотрено, что Армения будет импортировать 330 миллионов киловатт в час электроэнергии из Республики Арцах. Но после известных событий эта энергия будет заменена электроэнергией, произведенной за счет внутренних ресурсов Армении, которая будет дороже, чем электроэнергия, импортируемая из Арцаха. 10% населения Армении планируется вакцинировать от коронавируса. Вакцина будет доступна в первую очередь для группы риска. Об этом сообщил журналистом заместитель гендиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения, руководитель национальной программы иммунизации ГНС Акян. По словам эксперта, сейчас ведутся переговоры по вакцинам от российских спутник B, Pfizer, BioNTech, Moderna и AstraZeneca, поскольку только эффективность и безопасность этих четырех доказаны исследованиями. В декабре и январе наблюдатели зафиксировали беспрецедентную активность транспортной авиации ВВС Турции в небе над Азербайджаном. Воздушный мост между двумя странами действует круглосуточно. Военные грузы прибывают на аэродромы армии Азербайджана по всей стране. Как полагают специалисты, Турция намерена создать в Сокавказе несколько военных баз, однако в Баку эти сведения опровергают, пишет московский комсомолец. Согласно информации сервиса Flightradar24, на протяжении последних нескольких недель турецкая военная авиация наладила беспребойную поставку грузов на территорию Азербайджана. Воздушный мост между двумя странами налажен через воздушное пространство в обход Армении. Турецкие военно-транспортные самолеты доставляют грузы на азербайджанские аэродромы в Габале, Линкаране и Гяндже. Авиация совершает рейсы почти круглосуточно. Некоторые борты совершают по 3-4 рейса за сутки. Оценивая активность ВВС Турции, эксперты предложили, что в Закавказском регионе будут созданы турецкие военные базы. Однако Министерство обороны Азербайджана опровергло эту информацию. В военном ведомстве не прокомментировали активность турецких ВВС в воздушном пространстве Азербайджаном. Ситуацию также оставили без внимания и турецкие СМИ. 17-километровая долина Мадаванс в провинции Ахлад-Бетли из Западной Армении, которая имеет тысячелетнюю историю и насчитывает 400 пещерных домов, станет одним из самых привлекательных туристических направлений в регионе благодаря восстановлению и благоустройству. Цель проекта – передать следы истории следующим поколениям, восстановив пещерные дома в долине. В долине, исторически являвшейся местом проживания многих цивилизаций, планируется построить пешеходные тропы, смотровые площадки, кемпинги, развлекательные заведения и полевые кафе. В долине насчитывается 400 пещерных домов и различных культовых сооружений. Инициатива «Рядом с езидами» скоро представит первую пьесу езидского театра имени мастера Пантомимы Арсена Паладова. Спектакль «Война и любовь», посвященный памяти езидов, погибших в Арцахской войне. Автор сценария – основательница инициативы «Рядом с езидами» Грета Александян, режиссер, художественный руководитель театра Мачанец Геворг Бабаханян. Как сообщила о работе.ем, Грета Александян «Рядом с езидами» – это образовательная и культурная инициатива, в том числе создание езидского театра. По ее словам, езидские пьесы и постановки в Армении были в разное время, но театр имени Арсена Паладова, основатель армянского гостеатра Пантомимы, создается как таковое впервые. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карин Урор. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!